Хотим мы этого или нет, но пущенное нам еще наверстывать и наверстывать, так как с момента изобретения двигателя внутреннего сгорания он, двигатель этот, плотно вошел в каждый западный дом, в виде не только автомобилей, но в большей степени в виде мотоциклов, скутеров, газонокосилок, генераторов, насосов и прочей полезной мелочи. Так что по справедливому пересчету количество движков на душу населения Россия это Мозамбик, хотя не факт, в Мозамбике и Сомали количество халявно произрастающих фруктов и овощей больше, а в Афганистане счастье, если ввести счет на дурь траву. Так что учитывая наши пробки, на одну машину нужно два скутера и лучше честных фирменных. Учитывая налог на владельца, у которого есть водное транспортное средство, резиновая и не зарегистрированная лодка с движком, это культ. Квадроцикл это не китч, а реальный трактор для перевозки утвари на тележке, езды за грибами, ягодами. Что особо радует, так это то, что даже не имея значительного конкурента на территории города, в салоне Ямаха цены не вызывают шока. Ассортимент техники, как говорится, на любой вкус, и при этом вполне очевидно, что дешевую подделку под фирму здесь не найти. Кстати, если честно, я положа руку на сердце, Ямаха в большей степени, чем остальные, выигрывает в соотношении мощность, надежность и долговечность. И я, честно, достаточно давно прилип душой к двум квадрикам, гризли и рептор, и ностальгия с привкусом восторга от открытия новых возможностей. И это подарок от меня и от салона Ямаха. Ребятки, вещь есть такая в нашей жизни, которую сейчас можно купить. Где купить? Естественно, в салоне Ямаха. Что за вещь? А вещь-то квадроцикл. Тема актуальна, знаете почему? Потому что у нас снегокод хорошо, да? Ну, снег у нас, извините, только три месяца. Январь, февраль, март. Дальше тает. Дальше что покупаем? Дальше покупаем квадроциклы. А вот на квадроциклах, пожалуйста, круглый год. И по сугробам полазить, ну, по дорогам общего пользования я, конечно, не рекомендую вам ездить. Ну, а так, поразвлекаться, почему бы и нет. Вот, выбрали мы специальную технику от Ямахи. Вот. Естественно, от официального дилера, естественно, от Автограда, от кого еще. Вот. Вот техника мне просто радует. Знаете, почему? Потому что 700 кубиков. Мне сказали, когда я поинтересовался, сколько лошадиных сил, они сказали, ну, тема неактуальная. Потому что достаточно, вопросов нет. Вот. Чем отличается новый Гризли от того, который в свое время перевернул Максим Смирнов? О, ну, во-первых, он стал более устойчив. Во-вторых, появились некоторые такие дивные опции, которых ранее-то я и не видел. Вот. То есть, во-первых, здесь можно отключить полностью полный привод и покататься на заднем. При этом, знаете, это вот рептор. Хороший такой дивный рептор, отдыхает, естественно. Вот. Буксуем, развлекаемся. Вот. А, ну, если уж надо совсем поконкретнее покататься, то, естественно, две магические кнопочки. Баллокировка дифференциала. Вот. И, естественно, полный привод. Все. А-а-а. Насколько актуальна покупка такого агрегата? Да на все 100%. Потому что, если вы для себя его берете, ну, вопросов нет, будете ездить практически всю жизнь и балдеть. Вот. Кстати, такую технику можно и купить, и организовать, ну, грамотный прокат. То есть, естественно, их можно застраховать, получить, кстати, застраховать по каске, потому что все-таки этот агрегат попадает под категорию тракторов. И все, зарабатываете деньги. Вот. Вместе с нашей ненаглядной гимахой. Вместе с нашей ненаглядной гимахой. Вместе с нашей ненаглядной гимахой.